Привет! Как дела? Сегодня поговорим о лучших друзьях девушек, про бриллианты. В начале сентября ежегодно в Лондоне проходит International Jewelry London. И сегодня об этом рассказ. Впервые я попала на эту выставку от моей компании Main People, московский гламурный журнал, для которой я снимала репортажи из Лондона. Это знаменитости, шоу-бизнес, мода, гламур, ну и также бриллианты. Именно поэтому меня отправили на ювелирную выставку снимать все, что нынче модно в мире драгоценных камней. Мне дали аккредитацию, и я пришла получать свой билет. Каково же было мое удивление, когда впервые в жизни вместе с билетом для прессы я получила огромный такой пакет презентов. Я еще подумала, неужели мне туда бриллиантов накидали? Нет, там было несколько буклетов и какие-то пробники косметики. Именно там, если вы помните, я рассказывала, я попробовала впервые боди-лосьон. И мне очень понравилась идея боди-лосьона. Это как бы крем-дезодорант, который пахнет парфюмом, и ты можешь использовать это как в повседневной жизни, так и на выход. Именно после этой выставки я узнала, что такое гуди-бэк. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Что мне выдавали на разных выставках, буду рассказывать и показывать. У меня остались какие-то фотографии того, что я получала на выставках абсолютно бесплатно, потому что я была прессой. Ну, проехали. Значит, пришла я на эту выставку и не знаю, что именно снимать. Огромное количество драгоценных металлов, камней, украшений, часы и сережки, колье, кольца, браслеты. Все, что угодно можно было найти на этой выставке. Ну, я ходила, пофотографировала то, что мне понравилось, и отослала это в свое агентство. Ну, они там уже выбрали лучшие фотографии и опубликовали у себя на сайте. Мне за репортажи платили 50 фунтов за фотографии и 100 фунтов за видеосъемку. С тех пор я узнала, что такое ювелирная выставка в Лондоне, и уже со следующего года начала ходить сама, посещать эту выставку, смотреть драгоценные украшения, пытаться что-то сфотографировать, а также снять на видео. Один из репортажей я вам сегодня покажу в конце. Для фотографов изюминкой этого шоу является модный показ драгоценностей, который проходит на небольшом таком подиуме. Девушки-модели демонстрируют украшения для публики. Если честно, для фотографов это очень сложная работа, ухватить какое-либо из украшений, там, браслет на руке модели, или сережки, а также колье, крупным планом. Так как девушки двигаются достаточно быстро, демонстрируют не только наряды, но и украшения, прилегающие к этим нарядам, в основном фотографы могут уловить моделей только в полный рост. Я, конечно, пыталась что-то сфотографировать крупным планом, но в движении все расплывается и смазывается. Поэтому такая съемка для меня стала особым опытом на ювелирной выставке. Кроме того, огромное количество украшений можно найти только на витрине за бронированным стеклом, но так как это реально дорогие вещи, там по всей выставке постоянно ходят security, то есть охрана с собаками и смотрят, как бы кто что-либо не стащил и не прикарманил себе. И даже, по-моему, на выходе проверяют сумки, не украл ли кто-нибудь что-либо. И вот так вот я ходила сквозь стекло, пыталась что-то сфотографировать. И тут однажды я увидела такую неоновую витрину, на которой лежало море бриллиантов, и из них было создано такое сердце. Я подошла к этой витрине и очень долго пыталась настроить свою камеру, чтобы сфокусировать не на стекло, через которое я фотографирую, а именно на бриллианты. И чтобы вот это преломление света, красочного спектра бриллиантов попробовать ухватить, ну, чтобы как-то оно переливалось, чтобы сделать красивую фотографию. И я так надолго зависла, что владелец этой витрины, этого стенда подошел ко мне и уточнил, что я тут пытаюсь сделать и почему я так долго стою и рассматриваю. Ну, они всегда подходят так дружелюбно, задают какие-то вопросы, типа, тебе нравится? Я говорю, да, классно, вот хочу сделать фотографию, пытаюсь как-то ухватить фокус, но через стекло у меня не получается. Он говорит, нет проблем, сейчас я тебе открою витрину, и ты сфотографируешь это без стекла. Представляете, вот так вот он пришел с ключиком, открыл мне витрину, вытащил эти бриллианты и дал мне возможность пофотографировать не сквозь стекло, а именно вот так вот долго постоять над ними, сфокусировать, как мне надо сделать хорошую фотографию. Ну, я сделала несколько штук, поблагодарила его, также на видео сняла. И вот, что у меня получилось, вам показываю. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще меня удивляет, какие же англичане доброжелательные и приветливые. Они с удовольствием подведут тебя к своему стенду, расскажут о всей своей продукции и в чем заключаются их фишки, и какие там у них цены, и как сделано. В общем, на каждой выставке про свой продукт они готовы говорить часами. Ты уже даже не знаешь иногда, как смыться оттуда. Потому что я, допустим, в принципе, пришла только пофотографировать выставку и как бы сделать какие-то свои акценты на тот или иной продукт. Но вот так вот однажды на одном стенде, где выставлялись какие-то королевские тиары с камнями сваровски, меня поймали и сказали, не хотите ли примерить нашу корону? Я говорю, ну давайте попробуем. В общем, когда на меня ее надели, она, кстати, очень такая тяжелая, и в принципе она просто лежит, то есть ее никак не зацепишь на голову, она просто лежит. И, по-моему, там бархатная такая подложка, которая держит на волосах эту тиару. Надели на меня, показали в зеркало. Я прямо почувствовала себя королевой. Они говорят, хотите мы вас сфотографируем? Я говорю, да, конечно. В общем, пока я доставала свой телефон и искала фон, на котором сфотографироваться в этой тиаре, потому что, ну, хотелось так сделать прямо такую портретную съемку. Я увидела напротив другой стенд с фиолетовым таким фоном. Я говорю, а можно вот сюда вот? И пошла. И со мной девушка побежала. Девушка, девушка, снимите корону. Я говорю, нет-нет, вот тут вот меня сфотографируйте. Там буквально на полу пришлось сесть. Ну, она сделала пару кадров, но они какие-то не очень удачные получились. Но, знаете, фотографу никогда не угодишь. Так, пришлось вырезать только свой портрет. А потом я еще попросила немножечко времени. Села там же и сфотографировала себя в селфи. И получилось намного лучше. Ну, потом мы пошли обратно. С меня сняли корону. Я поблагодарила девушек. И смотрю, они уже надевают другую тиару на ведущую BBC, по-моему. Ну, в общем, какого-то телевидения. И они там что-то обсуждают. В общем, готовятся к съемке. Так что на меня надели корону. И я была просто счастлива. Конечно, очень красивая. Я даже не представляю, сколько она стоит. И, естественно, ей пришлось бежать за мной. А я даже и не подумала, что на моей голове что-то такое очень ценное. На следующий год я точно так же зависла над изумрудами. Просто вижу огромное количество изумрудов лежит в одной коробочке. То есть, прямо целой такой горой. И я тоже сквозь стекло пыталась что-то сфотографировать. Так ко мне также подошел владелец и говорит, хотите, я для вас достану, и вы пофотографируйте вблизи. И так, как вам нужно. Я говорю, да, конечно. В общем, он достал эту коробку. И я прямо над ней зависла с фотоаппаратом. Он в это время мне рассказывал, что вот эти иранские изумруды были привезены из Ирана, из каких-то там специальных мест. Найдены, обработаны. И вот в этой компании они продаются. Дал мне свою визиточку и сказал, если вам нужны будут изумруды, обращайтесь. Вот так вот, в принципе, на каждой выставке все представители своей продукции, своих товаров пытаются задружиться с прессой. И угождают им, говорят, фотографируйте, пожалуйста, все, что хотите. Мы вам достанем, покажем, расскажем и так далее. Потому что где-то, когда-то, возможно, журналист может рассказать об этом товаре. И это как бы такая негласная реклама получается и бесплатная. Ну вот, я рассказываю вам сегодня о том, как я общалась с некоторыми компаниями на ювелирной выставке. Ну, а сейчас я показываю репортаж, который я сделала однажды. Ювелирную выставку я немного снимала на видео, поэтому вот все, что у меня есть, вам показываю. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Каждый сентябрь в Лондоне проходит международная ювелирная выставка «Самая крупная в Соединенном Королевстве». Сотни дизайнеров и владельцев ювелирных бутиков со всего мира съезжаются в выставочный центр EarthCourt, чтобы поделиться опытом, представить свои новинки и завести полезные бизнес-связи. Здесь можно увидеть все драгоценные камни. Жемчуга, золото и бриллианты – только вершина ювелирного искусства. На некоторых стендах, к примеру, представлены неапольские камеи, янтарь, рубин, топаз и множество других блестящих предметов гламурной жизни. Кроме того, на ярмарке озвучивают основные тенденции ювелирного мастерства на ближайший год. Так, в этом году основными трендами стали драгоценные украшения в виде круглых медальонов с вкраплением мелких бриллиантов. В моде по-прежнему остается колье с крупными драгоценными камнями. Новинками считаются вкрапления материи в ювелирную оправу, народная стилизация, голография и узоры в виде царапин. В этом году на подиуме представлены коллекции различных дизайнеров. Украшения, будь то бриллианты или слоновая кость, выгодно сочетаются друг с другом. Сюда, как бабочки на огонь, слетается вся богема столичного общества, чтобы быть в курсе последних тенденций и прикупить себе что-то из новинок дизайнерских коллекций. Продолжение следует...